Поехали! Хорошо, вы нам рассказали о самом своем таком грустном впечатлении. А какие были радостные впечатления? Самое такое захватывающее? Ну, радостные, это первое радостное впечатление салюта. Салюта. Это объяснить эту радость или измерить как-то невозможно. Потом, потом, это уже через год примерно. У нас стали они предвыщены. Мы уже были рада, охотные. Здесь даже мне очень нравится творение. Можно я вам читать? Да, конечно. Уже темнеет. На ступени длина прошло свой путь гнев. И в нами занятом селенье снег слышен в стволе и слове. А, бля, где как гостиница на селеньской гнева, да? И с ней устали. Смотришь на хату. Раз, где в полверсты от крайней хаты мы, оторвавшись от земли под рудиной раскаты, уже не прячаясь в рост, пошли. И ты уверен в этой хаты. Что раз, какие полверсты ты смог пройти, значит скоро пройти всю херню. Вот. Это ответ на ваш вопрос. То есть продолжение ответа на ваш вопрос о самом таком. Спасибо. А расскажите, у вас есть награда? У меня есть награда только за войну. Ну, я же был на фронте три дня, я же в основном в Багай-Барановке занимался перегонкой самолётов на фронт. На фронте я был вынужден, потому что потребовался... Я не был в составе части, той, которая была на этом участке. А нужно было сделать аэродром подскока. Чтобы не летать за 500 километров, заправляться истребителем. Чтоб прямо раз, и пошли. Какое понятие? Аэродром подскока. Чтобы не тратить за один день и время. Чтобы они были здесь. Основное это Багай-Барановка. Я там занимался. По штату полагался один механик на каждый истребитель. По штату. 18 самолётов в сутки приходилось оборудовать. А ты же садиться и рассмотришь, что случилось. Заправишь, чем нужно. Или отправишь его. И вызовешь команду подремонтировать. И сам управляешь. Все упорно. Вся работа. На 18 самолётов. Ни сна, ни обувь. Ни покоя. Ничего. А что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? О положении под Москвой. Где наша рота копала вот эти вещи. И сдавала их комиссии из сапёрного управления. Как вы восприняли то, что враг уже подошёл вплотную к столице? Ну, это я уже не успел такого, потому что меня эвакуировали. И школа вся переехала в Сибирь. У вашей роты был командир. Вот вы можете рассказать о нём? Фёдор Михайлович Шурков. Это прежде всего он был. Ну, ты такая интересная судьба идёт. Просто так не расскажешь. Он нам преподавал литературу. Лучшего преподавателя литературы я не знаю. Потом, когда кончилась война, мы переехали снова в Москву. И школа эта в 44-м году. Он пошёл в Валдик, преподавателем, стал профессором, доктором этих всяких наук. Вот наш преподаватель. Кого вы и ваши друзья на тот момент считали лучшим? Ну, полководцем? Полководцем? Нет, я этого не могу ответить. Наиболее выдающее. Я за свои слова отвечаю. Хорошо. Я не могу ответить. Мне не дано было. Каково ваше было отношение к Сталину, к личности Сталина? Это меня уже спрашивали. Личность Сталина. Все прячутся за... Её противоречивость. Я не прячусь. Сталину. Меньший, низкий, чем Петр Петер. Много раз. Иван Грозный. Иван Грозный. Иван Грозный, может, меньше забудился. Вот и вы хотите очень много от меня того. А я же и... Я работал с ним. На него работал. Вот когда я стал чекистом. Иван Грозный. Мне не хочется прятаться за противоречивость этого образа. Этого человека. Но многое, что ему написали, приписывали, это такой блед. Ну, к примеру, вот вам. Сталин был самый грамотный авиаконструктор. Самый грамотный. Самый грамотный. Почему? Это высказывалось, что попробуй сопротиворечить. Самый грамотный. И в любом. Самый главный специалист по опротив каналов. Самый главный. Как у нас был Никита Хрущев. Самый главный специалист по опротив. Так что в этом смысле Сталину приписывались. Черт-те-что. Я всегда для меня, вот даже молодого, человеку 15 лет, у меня все время возникал такой вопрос. Я хорошо знаю, насколько трудна конструкторская работа всех вот этих. Уковлева, Никоянов, Оликаркова, Лавочкина, Клюшина. Вот я хорошо с этим, совсем знаком. Я не мог себе представить, что Сталин, ну, хоть на процент лучше другого из этих построек. Это невозможно. А это, значит, обожезвляли. Это просто, как придумано, как искусство с места. Одни. Магометры. Другие. Синто. Другие. И так у каждого народа свой Бог. А может, Бог погиб. И вот из него делали все Богом. А вот на фронте было множество национальностей. Как Вы думаете, что их всех объединяло? Вы же должны знать, понимать, что на фронте не все были добровольны. Это была обязанность. Людей мобилизовали, это не простое слово. Людей собирали. Ну, и русские воспринимали так, на мой взгляд. Так что, вот, ездит немец. Я не хочу, чтобы он был. Там, где я живу, чтобы я мою жену. Чтобы она ему служила, чтобы дети мои служили. Нет, я не хочу. Это давало силу преодолеть разлуку с родными местами, с одной женой. И вот у каждого народа это было пословием. Пословием. У каждого оружия. Были народы, у которых пропагандисты, организаторы были сильные наши. Ну, вот, возьмите Талмикия. И Сталин потом их перебазировал. Потому что они... Талмицкая кавалерия была убитена. Потому что, скажем... Чеченцы ингуши... Чеченцы, они не были репрессированы Сталином тогда. А вот потом, после войны... А... Кабардино был как-то. И все равно что видно. Ружье в спине. А вот... Я хочу поговорить о религии. Во время войны вы верили в Бога? Нет. Нет? Нет. И сейчас, я так понимаю, до сих пор нет. В Евангелии есть очень хорошее положение. Не поминай имя Божие в свое. Слышь меня? Полемизировать или что, я не могу. Я могу вам просто сказать. Да совсем не в того, который нам дают с амбона и с мечети там и прочее. Совсем не того. Я ученый. Я закончил МГУ. А там прекрасный класс физики. Пел. Всех наук. Обязательно. Вот. Вот таким образом. Я считаю, определенные времена, которые еще не кончились. Религия нужна. Ну, вот вам опыт с коммунистической партией. Опт. Который стоил миллионы. Это опыт. Отсутствие религии. Горьбы. Результат опыт. Ведь в начале 90-х годов наше дно было государство попробовывать. Сейчас. Не было. Я не знаю. Может, вы себе это представите. Может, вы были слишком юны. Но это моя точка зрения. Я так думаю. Религия нужна. А без нее получится вот такой контакт. Что бы и что бы не было на месте этой контакты. Потому что оно состоит из людей. А люди своим сознанием и поведением как были неандертайцы. Они не стали вот так. Они вот так. Всегда. А как удавалось не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину? У нас не было. У меня такого вопроса не было. И у нас не было вопроса. Вы знаете, как мы учились? Тридцать человек. Это взвод. Средний гал по отделению. То есть не по отделению, а по зводу. Тридцать человек. Три шестьдесят две сутки. А преподавали нам, то есть и требовали ответа, у нас. Такие как Бархударов. Это родомичайник. Роский фирматики в школе. И учебник. Да. Скажем, один из главных химиков. Сербаков. Потом Храпов. замечательный химик, причем со всеми званиями учительскими, самыми высшими, то есть для нас, будущих летчиков, делалось самое лучшим, как вы выбирали все. А вот приходилось вам во время войны слышать о Гласовце? Но, слышите, 2 мая под Берлином, там так, значит, Сталин такую тактику, маленький городок проходил, оставлял там звук, постреливали, и, значит, в окружении городок. А они прорывались, согласиться вам так получилось, что они прорывались большим-большим соединением с пушками, с танками. И 2 мая они напали на штаб корпуса. Разведка тоже работала на них, где нет частей. Самая вот восточная часть Берлина, самая восточная часть, там вот стоял штаб корпус. И командир корпуса был, скажем, после пьянки. 1 мая. Там и батальоны раздумал службами, и все связисты, все служебные службы все. И вот пошло только в башню. Там больше 4 тысяч немцев будет согласоваться. А у нас все будет. Так наши корпоративные службы. Особняк, смешил. Всех пропустил через себя. И у всех станут часы. Бываешь, конечно. А когда механик пошел в дембель, он ему на две руки надевал часы. Спасибо, что скажешь. Вот так. А восточная часть Берлина. Ну, это я просто говорю, вот, по сути, мне впечатление. Тогда, когда это началось, я что-то не припомнил, что у нас это какое-то особое внимание привлекало. Ну, предатели были, действий всегда было. А понимаете, к чему делаете? Глаз он будет не постучивать. Он будет за словительство его. Вот так. И так сложились обстоятельства. И вот он, наверное, ошибка была. Ну, то, что он остался живой. Ну, все хочется уже. Но это не главное. У меня даже без эмоций, пока, сколько посидим. Кроме такого времени. У меня страшно, что будет поменьше. Ну, это тоже. Это хороший принцип. Это не такой принцип, как у нас проходить сейчас. Это, знаете, бой подальше. А Невское дубовство. В Ленинграде. Это же затыкали живым мясом. Так? Да не реклама. Следую. А вам приходилось сталкиваться со случаями дезертирства? Приходилось. Вот ту книжечку, которую я дам. Вика, кто зовут? Виктория. А? Виктория. Виктория. Вопрос был с чего? А случаями дезертирства? А, так вот. Ну, или случай дезертирства. И Луторовский военкомат просил наш батальон проводить крейды. Когда появлялись информации, что в крестности школы наши, приводились в зеркало. Их так было. Их так было. Их так было. Ну, это редко было. И сколько я... Ну, три раза я ходил в патрульку. Больше не ходил. А расскажите о бытовых трудностях. Как вы преодолевали? Ваши. Было холодно на нарах. Укрывались нахлёстами. Шинелями, знаете? Она вняла нахлёстами, а вверх шинелями нахлёстами. Все спали, как под одни вон. И это не одни вон делали. И это не у них дурцы. Как вы грехали. Квачка? Твоя? Нет. Ну, видимо-то. Стали медь. Он отказывается. А на ней крестик красный стоит красный. Значит, его... Ты почему отказываешься? Сам вырастил, сам вырастил. Ужащие развлечения. Пробирка. Собирали по взводу. В общем, кто бы ещё не говорил. Кормили палец на коле. Какими? Ну, а потом приняли меры хорошие. Всех пропустили не один раз через жаровню. Ну, были разные кадры. Скажем, Сашка Лысов, хороший лётчик. Он охотник был до невозможности. Он даже меня совратил. И я с ним один раз на лыжах за 40 километров. Там, где Восибонские баллы. Ходили, значит, эти... Косуль на овоще-хранилище под Стивичьем. Так вот, когда мы проходили жаровню... То есть там же баня. Здоровая бочка. Всему тому, что я говорю. У меня в этом краеведческом музее, где я все материалы отдал. Ну, это вот. Кажется... Нет, есть у меня в этой книжке вот, что я Вике обещал дать сегодня. Там есть бочка огромная, тут вот. Мы её натаскивали воды, и мы их спасли. И в это время наше маргангирование сапоги, пилотки, шапки, шинели, ну, ещё эти эволюционные тужурки такие, чтобы не мазать шинели. Всё это прожаривалось. И загорелось. И всё наше выдержание, и то, что мы пришли, и голенькие вывегали на улицу из горящей воды. Так женщины нам отдавали свои трусики там, какого-чего, голову без гайки закрывали. Ну что, мороз 40 градусов. Мороз 20 градусов там, мы не считали за мороз. Мы на зарядку в 20 градусов вывегались, по пояс голые, и натирались снегом. Снег был жёсткий, не мокрый. Вот. Так вот, это самая большая беда у нас была. Ну, про голод я вам рассказал всё. Мы не могли ходить. Приходили преподаватели. А занятия... Расскажите, а была ли любовь на войне? На войне? В нашем корпусе. Я вот сейчас не помню, как их фамилия... Ну, эээ... Я их должен помнить, но... Он был у меня этим... Вооруженником. Красивый. Здоровый. Как Есенин. И Кучерявый. И в БАО у него была девушка. Я даже письма их не сохранили. Я же вот Ишак. Потом познаёшь, какой ты Ишак. Так вот, они всё время воевали в одном корпусе. Встречались регулярно. Она была в БАО. Батальон аэродромного служения. Там укатывали снег, раскапывали там, разминировали там площадку взлётную. То есть, дорожку взлётную. И вот за всю войну они не спали. А когда кончилась война, в первые же войны они пожили. Ехали в берегу за Уралом. И стали рожать. На третьем у нас переписка получилась. Это вот, ну, в толку. В толку ещё была такая манера иметь ППЖ. полевая почтовая жена. Ну, девушки из БАО. Она с этого имела либо служебные преимущества, либо какие-то материальные преимущества. Это было очень широко распространено. Когда командиры, люди и женщины. Ну, я не считаю, что это любовь. И вот это стихи. Это самые лучшие стихи, которые я читал и знаю про любовь. Мужчина спил там, не весенний. Кто? Лучше. Борис Захландер, детский писатель. Вдруг, не бывает, любви несчастной. Может быть, она горькой трубой, безответной и безрассудной. Может быть, смертельно опасной. Не несчастной. Любовь не бывает, даже если она убивает. Тот, кто это не стоит, никакой любви не стоит. Правда, хорошая стихи? Это конкретные стихи о любви. Счастлив не тот, кого любит, а тот, кого любит. Ясно? Хорошо. Давайте от такой темы приятной перейдем на другой. Что вы знали о союзниках СССР? Что я знал? Я пользовался ими. Самолет Air Cobra. Замечательный самолет. Причем там сказано, мотор в кожухе. И на кожухе написано, механику не вскрывать. А самолеты такие. Американцы сделали самолет Air Cobra. Они его сделали и законсервировали все производство. Все. Пошла война, они его сконсервировали и стали нам давать Air Cobra. Это иногда Королевская Cobra называли. Махрышкин очень любил этот самолет. Очень любил. Он был первый самолет в нашей авиации, у которого переднее колесо. У него шасси не такое, что здесь костыль или тутик, как на Як-3. А вот тут стоял. Он так стоял. Ровно. И у него мотор был сзади лидочка. Так что спина была хорошая лидочка. Ну, дальше к автомобилю. Я научился водить машину на додже 3 четверти. Ну, как отделение мог вести. Как обычно, у него поднимут 600 квадрат. Но самое такое, я не знаю, для меня было непонятное, когда сдавать самолеты, которые по Ленд-Лизу шли в долг самолетам. Их надо сдать. Отработали. Война кончилась. Но это больше не будет. Сдавай. Американцы. Значит, проверяют по ведомости все часики там, приборы все, лампочки на месте. Даже инструменты, наборы, чтобы были полные. А иначе страшно не успой. И вот они все это собирали. Бросали с высоты в кучу. Обливали бензином. Подсчитали. И уходили. Ну, что я знаю об этой технике. Американской. Ну, английский. Какие же были? Спитфайр. Был английский. Мустанг, по-моему, американский. Что же еще? Спитфайр. Там много сметов они давали. На Боингах мне приходилось. Мотористы. Я думаю, что они не только техники, но и консервами вот эти баночки. Там же консервированные хлебы. Уже консервированные, полное дневное удовольствие. Впервые там попробовали эти жвачки. Американцы. Я считаю, что американцы... Ну, англичаны больше, они как-то скромнее были уже. Но американцы очень много нам прислали техники. И очень много ушло на дно моря. И пихали полностью. И читали, что... Ну, а что? Он очень образно и хорошо пишет. Даже интересно. Хорошо. Вы выяснили, что я думал об Ленд-Изи и прочем-прочем. Да. А вот где и как вы встречали 9 мая 45-го года? О! 9 мая 45-го года. В полку. Все. Вот по вашему мнению, какой фильм о войне больше вы посоветуете посмотреть молодежь? Какой фильм? Да, о войне. Фильмов очень много. Я не киноман. Два бойца. Очень пользуются большой любовью. Они скоро смотрели. Я в войну мало смотрел фильмы почему-то. Все старье шло. Вроде этого. Свинах не пришло. А вот произведения каких писателей, по-вашему, наиболее правдиво отображают войну? Этот. Покопок с Ленинграда. Это Некрасов. Вот. Это оплоза. А я был увлечен. Симоном. Я был девственником. Я был девственником. Я был девственником. Который я держал за тайну. Сирио. Она эвакуировала вместе с нашим учащим. Отец ее был отдавать у нас. Она сговорила десять. Девять курсантов наших. И убежали на фронт. Восемь вернули. И сдали в военкоманду. А Богаткин Володин проживался. И к концу войны стал Героем Советского Союза. Но все равно его разбомбили. Она у девички его убегает. Вот. И... Вопрос, как поставили? Я забыл. Ну вот, где вы были на 9 мая? Нет, это я в полку был. Как вы чувствовали? Вот. А вот сами... Мы заговорили о произведениях, да. Твардовского я очень любил. Очень. Понимаете, была такая... Вот разговор подслушал я. Поезд, теплушка такая короткая на двух волосях. И беседа такая. Курят козьи ножки. Знаете, как я? Слышали что ли? Ну, махор. Делают фунтик такой. Как вот от мороженого. Насыпают табак. Ну, его делают как? Сделают вот эту штуку, потом вот здесь перевнут. Здесь заломят, чтобы он не разгибался. Это фильтр получается. Насыпают махорку, закрывают вверх. И ты хуйня. Ты хуйня. А почему я был поезд? Вы подслушали разговор. А? Простите? Мы о писателях разговариваем. О писателях. Да, вот я послушал разговор в поезде. Один в другом у солдаты, один старый, другой молодой. И вот молодой задает вопрос. Ну что такое поезда? Ну что она такая замечательная? Все в другом. Какая разница, что это, то это, что это. А старый говорит, я тебе покажу разницу. Ты когда... Извините, я... Как же так же меня? Когда-нибудь, когда срать ходишь, с Тёркиным подтирался? Нет. Почему? Так это с Тёркиным. Так а чушь ты мне спрашиваешь, что такое поезда? Ну это натурализм, извините меня, но и с песней. Это такое, что этот молодой соткнулся и больше вопросов о поэзии не поднимал. Хорошо. А я просто сам очень любил Маяковского и читать, и в книгах читать любил, отдыхал на нём. И декламировать любил и люблю. Кому в Москве? Неизвестно, Никольская. Асфальтная улица. Асфальтная улица. Ровная, скотчая. На улице Дум. Семнадцатый номер. Тёрки. Распухшись. Распухшись. Но за ногтями слезают седеющие ноги. Бандит. Моникюзий. Под каждой нас настоит иностранное имя газа. Чтоб с этих витрин нарывающий ужас не сел на всех нарывом тройным. Из всех человеческих сил при натужи скрепи оборудование советской страны. Шагай. Стомиллионная масса. Стомиллионная масса. Это Маяковский. А здорово, а? Рую руку вывел нарыв дырой. Огромник. Мастерство какое поэтическое. Видите, сейчас нигде никого нет. Есть хорошие, интересные поэты. Вот мне довелось в политике слушать Семён Кирсонов. Поэтические поэты. Раз мы играли в группу, попробуйте. Интереснейшая поэтические поэтические поэты. Поэты читайте хорошо, когда все они разные поэты, а это не так. Столько мурын написано и издано, а вот такого нет. Вот я очень удивился. был такой учителем маяковского вот я даже одно стихотворение из него учитель маяковского как его вы не знаете крылышкою золото письмо там чайшую жил кузнечок из-за пуза уложил припевно траток и вверх пинь-пинь-пинь тарарахнул зумзи вверх ой вебедило ой вазарино снявич не стихотворение но читать его не надо хоть он учитель я его всего прочел сложно тяжелое удовольствие как от поэзии нет а вот все задатки маяковского они там есть но их надо уметь видеть и искать ну вот что песни мы пели темно тепло теплушка тараконь и на парках сидим мороз а мы спали учебном курсе там легче было накопить может вы еще что-то хотите рассказать какую-то интересную историю у меня все истории интересные уже после войны и особенно после когда я закончил специальное отделение пехмат там было по началу два года я мучился страшно меня вызвали в цехах там нужна новая карта после третьего курса вы согласны работе я согласен только скажите а что будет с тем кто откажется это на старой польше меня спрашивают как я буду кандидат партии мне говорят тот кто откажется будет продолжать учиться только пару лет его останется но я ни одного человека отказавшихся из отказавшихся не видела потом на них мать а встречался с ними уже через 15-20 лет экстренно сдававшихся так я про страшку с лысого забыл сгорели то через 20 лет после того как мы первый раз встретились после войны а мы каждый год встречаемся а в этот раз мы гудели у меня дома ну в смысле выпиваем так стало дорого уже в ресторане ну и ребята говорят слушай Михаилов у тебя лучше гудеть чем в ресторане бежать вот Сашка признался что пожар-то случился он забыл патроны в своей куртке охотничьи подроды в своей куртке и они рванули и пожар ну за давностью мы уже ему претензий не могли предъявить что бы вы хотели пожелать современной молодежи я все о том же это еще Платон говорил без сохранения традиций обычай и другой другой народ перестает быть народом становится заболеводом и добычей другого народа рассимиряться так вот пожелать девочкам то что сейчас с огромным успехом делают заводы Уковские в том месте где мы там когда-то два года учились они копают находят делают стенды специальные вот этих а я за пятьдесят лет набрал столько материалов чтобы хватило на целую стену а я делал как вот эти ребята молодые каждый стремится уже показать что он и дочек гандовый пацанов еще 15 лет он уже шапку там погонщики 16 лет уже поезд ну и даже пацан пацан он ну и куда он уже там либо герой либо все из нашей роды все и вот все это я собираю это представляете теперь в Крыльевическом музее все это покатывается там карту сделали ребята здесь собрались и достали карту местности и точно обозначили этот ров съездил на место ров еще живой под Гучхолом и карту это место с которого пошло не только с этого в других местах но в данном векторе вот здесь началось вот понимаете делать то что вы делаете для меня то что вы пришли с таким просто это было так дополнительная ложка сахара в кофе это было для меня очень даже полезно я бы сказал потому что мой дух поднимает потому что понимаете по-разному все смотрят некоторые даже хотят свести до минимума опасно состав людей в этом музее музей это был Крыльич 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 в музее всех отбирают поставят сейчас у них 9 человек они делают работу делают они все время выезжают а там район то этот от Челябы до Северного моря делают делают свое дело хорошо делают ну вот они издали мою книжку книжку третью третью книгу моих поучений моим премиумом которые у меня уже три то есть Промочка Соленочка Иванка 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 Я для них это писал для них писал очень откровенно и вопросы гигиены личной все ну извините меня я еще раз натуралист ну кто сейчас рассказывает своим детям внукам и кому что жопы надо после отправления естественных не подтирать свинцовой краской газеты мыть надо мыть надо ты будешь его два раза здоровее потому что цикл клистовый он обязательно должен быть человека а если ты будешь задницу выть цикл прежде всего не 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 д меньше не но лучше не связь, держу с того духу, они нет, как подотчетное лицо, то есть лицо, которому отчитываются они, вышла книги, которые там написаны. Почетный гражданин, у меня почетный гражданин, я его зовут Иркосков, дали очень красивый значок, я отдал все свои регалии, сумму, да, я открыл, да, и там одни, это правительственные награды, во вторая рамка, там, ну, слетал я в этот Байконур, сделал запуск, по этому поводу мне, значит, значок, это очень-таки, потому что после работы, после академизации, я стал работать в начале-то, как-то разведка, не вспомнился, в этом академии, но это не касалось ведущей. Ну, хватало всех оценить, будут ли торчать из космоса уши военного ведомства, они там есть, все знают, что есть, но когда уши, и по ним и можно сказать, что делали, в каком состоянии я работаю, в каком состоянии я работаю, в каком состоянии я работаю сейчас. Если это видно, я бы решила, извините, пожалуйста, пока вы не сделаете мир, по полу-ку-культуру, как закрыть эти уши, я разрешения на постановку вашего прибора на космический канал не отдам, какая интересная, я был в курсе всяких, все спутники очень интересная была работа ну вот когда я дал третью книгу я сам печатаю так они попросили разрешение издать ну они немножко там вычтили меня это не волновало потому что детям своим я дам полный вариант но вот получилось неплохо книжка неплохая получилась про наше обучение и там вообще как мы встречались после победы что у нас там происходило как каждый год встречались совет Петерлана учредили здесь в школе 1249 приходим мы на отчет каждый год у нас там три встречи встречи 16 марта день рождения Комарова Иван Михайлович с нами учился уже на наших командиров две недели потом посадили на год и за это выгнали с командиром с командиром так получилось что издали но у меня еще есть один что и повезло что дальше все хорошо спасибо большое не на чем рад служить спасибо огромное мы вам за это очень благодарны Артем 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 Редкое имя Редкое имя Редкое имя Редкое имя